Театр для нас удобный. Сцена хорошая, практически как в нашем театре, но за несколькими небольшими шероховатостями. Еще не успели остынуть эмоции от поездки в столицу Узбекистана со спектаклями «Голубая шаль», «Запоздало лето» и взлетел петух на плетень, как уже на сцене Камаловского с обменным визитом труппа Узбекского академического национального драматического театра в составе 22 артистов и 18 работников художественно-постановочной части. Это следствие прошлогоднего визита в Ташкент президента Татарстана Рустама Мениханова и заявки на долгосрочное сотрудничество в различных областях жизнедеятельности. Знаете, мы очень похожи. Ну, я думаю, школа одна. Школа одна. Мы тоже учились по системе Станиславского. Я тоже актер сам и директор театра. Но я считаю, знаете, я вот, слава Богу, что я творческий человек, я выбрал такую дорогу. Сегодня узбекские гости играют драму «Кучкара-наркобила. Испытание судьбы», в центре которой судьба человека в конфликте с окружающей действительностью и власть с придержащими на фоне деревенского юмора и бытовых зарисовок. Единственное, чего я побаиваюсь, пойдут ли и примут ли этот спектакль казанские зрители. Действия проходят в далеком кишлаке со своими законами, правдой и неправдой. Уверен все же, что мы сможем донести идею и тему спектакля, правду жизни главного героя, который ни на минуту не отходит от своего человеческого принципа. Этот закон для всех народов, особенно для нас, у кого один язык, вера, обычаи, культура перекликаются. Узбекская трупа немало гастролирует по городам зарубежья, побывала на Авеньонском фестивале на юге Франции, а недавно в Ташкенте выступал знаменитый шекспировский театр «Глобус». Связи артистического мира двух республик давние. Например, сам Галиаскар Камал, находясь в Узбекистане в 20-е годы 20-го столетия, ставил здесь французскую, английскую комедии и женизбу Гоголя. А вот пьесы узбекских драматургов ни разу не шли на сцене Камаловского театра. Даже в нашем театре играются два спектакля одного и того же автора. Это уже говорит о том, что автор популярен. Потом, с другой стороны, вот этот спектакль уже в восьмой год играется очень хорошо в нашем театре, на нашей сцене. Может быть, один из таких моментов, почему так народ любит этот спектакль, тут главной ролью играет наш народный артист Эркин Аки Камилов. В насыщенном осеннем сезоне посланцам другой республики отведена особая роль. Это словно леет мотив новых отношений, складывающихся в 21-м столетии. Дмитрий Пиаваров, Сергей Токоленко, Телеканал Эфир.